привет всем здравствуйте я хочу рассказать свой опыт по разблокировки загрузчика xiaomi но в частности это телефон сейчас еще у меня планшет был но там был загрузчик уже разблокирован я его не собираюсь обратно блокировать потому что не просто его разблокировать то есть на самом деле это как бы просто очень технически но так сделали инженеры что это очень это перезагружается телефон они очень сделали сложно там есть темы на фо пда 4 пда можете почитать но то что я расскажу как бы нужно уже базовыми знаниями располагать adb я просто пишу детали что действительно на разине процессоре никак не получалось хотя он что-то писал до девяносто девяти процентов доходило но вот здесь вот кстати смотрите вот эта программка me unlock и разблокируешь но любая версия подходит как я понимаю от версии ничего не зависит естественно нужно в аккаунт войти в этот придурочный сиоми тут надпись появляется у меня почему тут этой версии на китайском выскакивает надпись и он пишет там полезные вещи импер не привязано устройство к этому можно посмотреть перевод google переводчиком смотришь картинку и он пишет что то сегодня получилось хотя вот как бы это но надпись там на китайском выскакивает может быть другая версия там по-английски бы выскакивала ну вот у меня вот такая так на на райзене не получилось все время во всех портах usb с разными кабелями с нормальными кабелями пишет пресский то ребут как будто контакта нет но контакт есть я пробовал 4 порта сзади которые порты которые прекрасно работают это какой-то пишут сбой драйверов usb или adb то есть не помогло мне поменять 4 порта и один был то usb 30 передние задние материнской платы и 20 по моему там сзади даже есть тоже не помогло все время жмешь переключиться ну не могут все эти порты usb быть сломанные кабели я меня кабели у меня почти что новые все вот эти usb шные надо почитать еще про эту ошибку а в usb 30 пихнул маленький компьютер на топ туда usb 30 все прекрасно не отваливается никакой надписи что тут какая-то проблема с драйверами может быть с процессором в на топе процессор какой-то целерон intel действительно такое есть такой вот не знаю как назвать даже это это мега сбой то вроде мамка не ломаная так ну может как-то с процессором действительно это связано разблокировал я его в общем там аккаунт заходишь я забыл зайти режим разработчика в ми аккаунт ну в аккаунт входишь телефоне и еще телефон привязываешь сим-карту он требует сим-карту что передача собаки лают проснулись целую ночь сидел интернет в сим-карте нужно чтобы интернет был блин у меня в одной есть другой нету я вообще интернетом там другим пользуюсь не из того что номер там указан отдельный сим то есть неудобно они как пишут ну пихни номер то есть у меня как бы но там интернета нету номер отдельный там корпоративный интернет там сильно нахер мне на своем номере интернет платить 1000 рублей за 10 гигабайт ну тут у пилова какой-то ну кое-как вот я привязал разблокировался и и я решил попробовать в vdb команды зайти набрал обратно у емлок у емлок и заблокировал разблокировать не получилось то есть лучше этого не делайте просто для интереса решил попробовать потому что ну ничего страшного не происходит он пишите по 1 месяц все и типа вот к этого аккаунта раз месяц ну я стал 2 регистрировать аккаунт опять там при ящик телефон телефон надо было выйти войти в прошивку так потом опять эту программку запускать мин лог привязывать устройство к аккаунту сим-картой и в ней интернет еще есть и это должна быть другая сим-карта я даже не понимаю он как бы номер он номер естественно в аккаунтах 2 один и тот же номер наверно нельзя вписать я и не пробовал но попробовать кстати но сам телефон он не присылает он получается он может быть не номер берет когда вот именно в телефоне привязка к устройству он и им си скорее но до длинный номерок который прописан на сим-карте он его по-моему привязал номер он вот в момент привязки устройстве я думаю не знает какой номер там же код не приходит теперь загружаешься в этот фазбут и все я даже не знаю может потом можно пишут не выходить но из аккаунта да не нужно выходить но может сим-карту можно было и выдернуть она же не работает в фазбуте вообще не видно или или она видна там фазбуте фиг знает и на топе intel овском пришлось обратно подключить тем же самым кабелем все прекрасно вот прошло перезагрузилась там он типа сброс сделал общий стер но телефон пустой как бы мне пофиг на эти сборы сбросы то есть ну я просто в ужасе даже не от самой вот этой процедуры а вот вот эти отвалы блин что такое то выключить я рассказал что включаться начинается ну вот все от сиоми я в шоке почему они не работают с амди разином почему все порты он орет что вот этот вот ошибку пресс кейту ребут что как будто все херово либо кабель либо порты да не до нормальные у меня порты но один правда передний порт у меня действительно веб-камера почему то у меня не работает флешки работают а у сбо не работают ногу и задних та же самая история получалась и на фобода написано что райзенах не 99 процентов что не получится может и получилось бы если вот он не отлетал бы каждую секунду там же перезагрузку делаешь может быть получилось но мне достала даже на чем я делал если у меня не было вот этого на топа но какой-то ноутбук брать отдельно я про ну просто я в шоке вот ужасно как бы не ничего сложного чистого технически кто занимается компьютерами но просто бы здесь за пять минут бы сделал но вот это аккаунт раз в месяц чего какой раз в месяц если я купил 10 телефонов и привязал даже не знаю у меня нету 10 телефонов но так бы если бы я купил 10 то разблокировка 1 а 10 нельзя что ли телефонов разблокировать я я в шоке я в шоке просто вот я хотел сейчас пожаловаться пока не забыл этот ролик чтобы сразу записать потом бывает обычно лень все это описывать я не понесли купил ты два телефона то раз в месяц то ты что как бы один я бы разблокировал а второй я не мог бы что ли сблокировать ну к знакомым купил бы там себе там два брата бы купили и а ну я понимаю что два аккаунта можно было но знаю но неудачно в общем себе бы я купил два телефона или ну тот человек он не хотел бы там аккаунт делать и я бы не смог уже что ли два телефона сразу заблокировать какие-то прошивки туда поставить и я просто ужасе и зачем ноут собирают они эти данные собрали они что от меня ящик телефон да я может сейчас выкину нафиг эти сим-карты и все и и нахер это все нужно какой-то и телефон разобью и нету этого вообще на свете чем смысл собирания вот этой гавной информации я очень расстроен вообще вот этих действиями сиоми они как бы говорят что google требует загрузчик блокировать но они могли устройство сделать чтобы команды adb просто это писал бы команду уема анлок и все и все бы разблокировалась и исправить вот эти баги с амди чтобы не работала но почему стандартную решил затереть до пошла она нахер дерьмо это сиомерская до долботня мне срать на нее поставлю line что мороз естественно надо было ее стереть уже пень я уже разблокировал этот xiaomi 6 а тогда еще счетчики были какие-то время там ждите по неделю-две сейчас вроде счетчику нет сейчас счетчик какой-то не времени раз месяц то есть я не понял вот раз месяц одно устройство то есть ты можешь покупать 1 месяц разблокировать 22 устройство ты не можешь покупать месяц какая-то какая тупость это какая-то тупилово фирма же хочет продавать свой хлам и такой прибежал и хочешь купить два телефона и разблокировать они говорят они нет не надо херня или я что-то не понял или ладно пока что достаточно я больше естественно не буду этот лог делать обратно но вот я для чего видео уяснял что аналог есть лог обратно делается очень просто но аналог опять очень херово делается обратно это и хотел предупредить все эти детально но описано в интернете все валяется как я сказал уже там греется все время при записи ничего особо сложного нет если делал до этого я до этого делал но я забыл единственно привязать вот эта привязка сим-карты к аккаунту еще а кстати я не понял зачем им сим-карта вот есть устройство у нее и мы и аккаунт этот сиомерские страны sim-карта вот им номер сим-карта они че будут спам не слать что еще будут дадить досрал я на сим-карту может быть временной может пользуюсь может не пользуюсь сим-карта сим-карта да что в жопу тут сим-карту да плевать не на такой номер какая сим-карта мне срать на нее чего не вцепились в xiaomi там все остальные сим-карта номер паспорт да похер на это все да все это можно взять левая там ладно ничего это не дает никаких данных полезных ну кто хочет он все все левая себе пропишет только мозга отражать людям нормальным ну вот это все заставлять их пихать вот это говно ну все всем спасибо до свидания обязательно разблокируйте ну конечно в этих в nexus ах был планшет там просто командой lock lock туда-сюда лучше купить конечно сразу какой пиксель но если у него не заблокированы бывает что заблокированные команда не работает обязательно разблокируйте ставьте там прошивки разные я берл шоке я в шоке до свидания